У меня на таймлайне куча кадров разного размера и как их теперь все сделать в одном масштабе. Сейчас расскажу, как это быстро исправить, а также почему вам никогда нельзя использовать функцию Scale to Frame Size. Смотри до конца. Для начала выберите настройку таймлайна, в которой вы будете работать. Рекомендую стандартный размер 1920х1080. Он подходит обычно для всего, да и меньше нагрузит компьютер. Выделяем один из клипов. Давайте посмотрим его реальный вид. Для этого нажимаем Match Frame и видим, как кадр обрезан. Давайте его исправлять. Нажимаем правой клавишей мыши и выбираем Set to Frame Size. Кадр подогнался по масштабу, теперь он правильный. Также смотрите, у меня много других кадриков абсолютно непонятных размеров. Можно выделить весь таймлайн и сделать то же самое. Это очень удобно. А теперь важная информация. Никогда, ни в коем случае не советую пользоваться Scale to Frame Size. Возможно, вы этим пользуетесь или вам кто-то рекомендовал. Это старый алгоритм еще в древних версиях премьера. Если ваш кадр был 4К, а вы его уменьшаете в 1080p, то он убьет вам качество. Эта функция не берет за основу исходное качество, а ухудшает. Когда вы захотите укрупниться на изображении, то вы потеряете детализацию и всю полезную информацию для цветокоррекции. Поэтому я не вижу смысла пользоваться этой функцией никогда. Вот такая вот полезная тема у нас. Ну что, было интересно? Тогда подписывайся и жди следующих роликов на канале Coach. На связи!